Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами выполним совершенно потрясающую работу. Работу может быть для кого-то бесполезную, для кого-то совершенно ненужную, но безумно интересную и очень необычную. Итак, что мы имеем? Видите, на столе лежат металлические заготовки. Эти заготовки я заказывала на Алиэкспресс, я думала их использовать в скраббукинге, но не срослось со скраббукингом, поэтому мы решили использовать их в ногтях. Итак, загибаем металлическую палочку нашу заготовочку по форме нашего ноготка, промазываем густым финишем, прислоняем на ноготь и присушиваем сверху лампой. Это довольно-таки проблематично. Сушиться это все безобразие у нас категорически отказывается, сушить это все нам безумно неудобно. Горячимся как можем, стараемся, чтобы финиш наш не вылез никуда на кожу нашего клиента, то есть, чтобы это все смотрелось все-таки более-менее аккуратненько. Смотрим, чтобы наши заготовки стояли на всех пальчиках ровненько и вот таким вот образом собираем всю нашу конструкцию. В этом месте вы можете спросить, зачем? Ну, этот вопрос у нас в голове тоже с клиенткой возникал. Низачем, просто так, просто ради красивых фотографий, просто ради того, чтобы сделать что-то интересное и необычное. Такие ногти нельзя носить, с такими ногтями нельзя ходить, с ними невозможно ничего делать. Но, как вы увидите в конце на фотографиях, это смотрится просто великолепно. Это безумно красиво выглядит на фотосъемке, на видеосъемке, поэтому мы нисколечко не пожалели потраченного времени. На самом деле, на все это безобразие у нас ушло вместе с подготовкой ногтей, то есть, вместе с коррекцией этих ноготков, ушло 2 часа. Для того, чтобы хорошенечко зафиксировать нашу заготовочку на ногтях, сверху мы еще дополнительно фиксируем это все финишным густым материалом, то есть, видите, какой густой у нас финиш, для того, чтобы именно очень хорошо зафиксировать ноготки. И потом еще слоем прокладываем объемные элементы, которые тоже будут видны. То есть, дополнительно, вот эти вот шарики объема будут интересно смотреться на наших готовых ноготках. Далее, берем тот же густой финиш и на него устанавливаем стразики, то есть, украшаем наши металлические заготовки миллионом разных страз. Кстати, вот единственное, чего было жалко, это вот этих потраченных стразиков, потому что использовать их по второму кругу не комильфу, они уже все в материале, они припачканы, то есть, не очень хорошая идея их использовать по второму кругу, и поэтому пришлось их выкинуть вместе с заготовками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы собрали всю эту конструкцию, перед тем, как фотографировать, нам необходимо привести ручки в порядок. Мы промазываем маселком, особенно в районе боковых валиков. Почему? Потому что там обычно собирается пылька, которую видно на фотографиях. Эту пыльку замечательнейшим образом убирает масло, которое нам необходимо нанести, растереть по коже наших рук и убрать обезжиривающей салфеткой. Почему? Потому что если масло на коже у нас останется, оно будет очень сильно блестеть. И наши ручки будут похожи на сосиски на гриле, что тоже не очень хорошо. Поэтому мы наносим маселкой, потом аккуратненько салфеточкой удаляем все-все-все излишки. Музыка Музыка Ну и собственно говоря, вот такая красотища у нас получилась. Как по мне, на это можно смотреть бесконечно. Вот буквально-таки бесконечно рассматривать, насколько же потрясающе красивая работа вышла. На самом деле, вот эти вот ногти, это первые ногти в моей жизни, которые на фото-видеосъемке смотрятся лучше, красивее и продуманнее, чем они выглядят вживую. Вживую эти металлические заготовки выглядят, ну прямо скажем себе, так себе, очень так себе они выглядят. Но на фотографиях и на камере, когда прорабатывается весь металл, когда его весь целиком видно, это просто нечто совершенно потрясающее. В общем, слюни текут на эти ногти просто в неимоверных количествах. С рассматривать все это безобразие можно бесконечно. Наблюдать за этим можно просто не знаю сколько времени. Мы бы с удовольствием с этим бы походили, если бы была такая возможность. Но эти металлические заготовочки тоненькие, неудобные и ходить с ними нельзя. Поэтому снимаем. Берем технические кусачки, то есть это те кусачки, которыми вы не режете кожу, потому что кожу ими будет резать невозможно. Они тупятся, а металл конечно же. И этими кусачками начинаем потихонечку подковыривать нашу заготовку. Вот здесь довольно таки сложно. Почему? Потому что у клиентки выполненный маникюр. У нас полностью готовые ногти и по свежеобрезанному маникюру нам нужно каким-то волшебным образом отодрать вот эту металлическую штучку. Я сначала хотела снять ее полностью, то есть полностью вытянуть ее из материала, которым я его залила. Но к сожалению такой вариант не получился. Я думала, что если подрезать материал фрезой, то есть подпилить вот этот вот гель, которым залита, то получится снять полностью металлическую заготовку. В конечном итоге кусачками я разрезала металлическую заготовку на части и только в таком виде у меня получилось ее достать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как убраны наши металлические заготовочки, нам остается привести форму ногтей в порядок и нарисовать новый красивый дизайн, с которым клиентка пойдет домой. Это уже не сложно, берем фрезу и аккуратненько выпиливаем заново наш ноготок. На самом деле все это было очень весело, очень интересно, очень необычно. Потрясающе красивые фотки в галерее это тоже многого стоит. Поэтому на этом я хочу вам сказать, не бойтесь творить, смотрите что есть вокруг вас, что можно прицепить на ногти и сделать что-то интересное. Не останавливайте свою фантазию, не загоняйте себя в рамки. Надеюсь вам было интересно, полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!